Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Сегодня мы обсуждаем историю и правила успеха Бенджамина Франклина, человека, чей портрет красуется на 100-долларовой купюре, но который, вопреки распространенному заблуждению, не был президентом США. Зато Франклин был политиком, изобретателем, писателем, издателем и одним из борцов за независимость Соединенных Штатов Америки в конце 18 века. Обсуждаем сегодня подробнее его биографию и в конце этого видео, друзья, мы разыграем книгу Уолтера Айзексона «Биография Франклина» и также объявим результаты нашего прошлого конкурса, где мы разыгрывали книгу «Волк с Уолл-стрит». Друзья, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему в России, в отличие от Соединенных Штатов Америки, не сформирована культура уплаты налогов, почему у нас нет уважения к правам налогоплательщика, почему люди, которые действительно уплачивают налоги, стесняются зачастую спросить, куда пошли их деньги. В Соединенных Штатах Америки ситуация совсем другая, потому что там мы даже на обсуждениях в Конгрессе, Сенате отдельно делается упор на то, что это деньги налогоплательщиков, поэтому они на ту или иную цель быть направлены не могут и так далее. То есть это действительно определенное, такое священное понятие, не постесняюсь этого слова. Я очень долго задавалась этим вопросом и свое мнение сформировала после прочтения этой книги. Пожалуйста, подумайте, напишите в комментариях, как вы думаете, почему такая разница в ментальности, а в конце этого ролика я расскажу свое мнение. Думаю, многие из вас о Бенджамине Франклине что-нибудь дослышали, но чтобы понять, почему я рассказываю вам его правила успехом, давайте перечислю список его наиболее заметных достижений. Итак, Бенджамин Франклин изобрел молнииотвод, изобрел бифокальные очки, изобрел печь Франклина, сделал множество открытий в области электричества и создал первую детальную карту гольф-стрима. Франклин основал первую в США публичную библиотеку, основал Филадельфийскую академию, участвовал в создании Декларации независимости и Конституции США и при этом еще активно занимался издательской деятельностью. Вы спросите, как один человек за короткую человеческую жизнь сумел добиться столь многого? Дело в том, что Бенджамин Франклин, пожалуй, один из самых первых людей, о которых мы, по крайней мере, сегодня знаем, которые задумались о важности самоорганизации и дисциплины. И именно Франклин разработал очень многие из современных принципов того, что называется тайм-менеджментом, психологией успеха и так далее. Известна его цитата «Многие люди умирают в 25 лет, а в могилу попадают только в 75». Примером своей жизни Франклин доказал, что именно привычки, именно регулярность действий помогают человеку добиться желаемых целей. И здесь, когда говорят о Франклине, часто вспоминают цитату другого философа более ранних времен Аристотеля. «Мы – это то, что мы постоянно делаем. Совершенство, следовательно, это не действие, а привычка». Давайте же разберем пять основных правил, которые привели Бенджамина Франклина к таким выдающимся результатам. Правило успеха номер один. Бенджамин Франклин призывает всех осознать, что самый дефицитный ресурс в жизни человека – это время. У каждого из нас по 24 часа в сутках, и результаты, которых мы достигнем по итогам жизни, зависят от того, насколько грамотно и рационально мы это время распределим. Франклин писал, «любишь жизнь, тогда не теряй времени, ибо время – ткань, из которой состоит наша жизнь». Франклин прекрасно понимал, что время ограничено, поэтому он разработал свою собственную систему управления временем. Правило номер два. Ну, не совсем правило, а скорее целый свод. Дело в том, что в возрасте 20 лет Франклин принял решение достичь морального совершенства. И для того, чтобы проработать более детально этот вопрос, он выделил для себя 13 главных добродетелей. Сейчас я вам их зачитаю. Воздерженность. Первое. Ешь не до пресыщения, пей не до опьянения. Второе. Молчаливость. Говори только то, что может принести пользу тебе или другому. Избегай пустых разговоров. Третье. Любовь к порядку. Пусть для каждой вещи будет свое место. Решительность. Четвертое. Решай делать то, что должно, а то, что решил, выполняй неуклонно. Пятое. Бережливость. Позволяй себе только те расходы, что принесут пользу другим или тебе самому. Ничего не растрачивай попусту. Ну, это прямая отсылка к финансовой грамотности. Шестое. Трудолюбие. Не теряй времени, всегда будь занят. Седьмое. Искренность. Не прибегай к пагубному обману. Пусть мысли твои будут невинны и справедливы. А если говоришь, что пусть такими же будут и слова. Восьмое. Справедливость. Не обижай людей, причиняя им зло или не делая добра, как того велит долг. Девятое. Умеренность. Избегай крайности и не держи обиды за причиненное зло. Десятое. Чистоплотность. Не допускай ни малейшей грязи, ни на себе, ни в одежде, ни в доме. Одиннадцать. Спокойствие. Не волнуйся из-за пустяков. Двенадцатое. Целомудрие. Похоти предавайся редко. Единственно для здоровья или для продления рода. И тринадцатая. Кротость. Следую примеру Иисуса и Сократа. Впечатляющий список добродетелей. Ну, правда, если вы прочитаете биографию, то поймете, что, конечно, не всех их Франклин придерживался по итогу своей жизни, но, по крайней мере, стремился. Для того, чтобы вырабатывать в себе правильные привычки, Франклин завел себе ежедневник и принял решение каждую неделю оттачивать именно одну добродетель. То есть в течение семи дней, например, он должен был быть воздержанным, не переедать и не перепивать. Все остальные он соблюдал опционально. И уже на следующей неделе подключал вторую добродетель и соблюдал две из них. Таким образом, Франклин помогал себе сосредоточиться на важном, так как прекрасно понимал, что возможности человека не безграничны. Правило номер три. Планируйте каждый свой день. Франклин писал, есть три вещи, сделать которые необычайно трудно. Сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя. Для того, чтобы справиться со скрытыми демонами, которые есть в каждом человеке, Франклин предлагал планировать каждый свой день максимально детально, причем не забывая учитывать как рабочие, так и личные дела. Благодаря ежедневному расписанию он структурировал все свои дела, не забывал ничего важного и, соответственно, не позволял себе отвлекаться на ненужные вещи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, занимаетесь ли вы ежедневным планированием и каким инструментом для этого вы пользуетесь. Ведь сегодня можно планировать день при помощи ежедневника, гугл-календаря, специальных приложений и так далее. Я, например, ретроград и планирую, во-первых, свой месяц, а во-вторых, каждый свой день при помощи листа А4. Мне так удобнее. Франклин писал, каждая минута, потраченная на планирование своей деятельности, экономит вам целый час времени. Правило номер четыре. Рано просыпаться. Казалось бы, довольно очевидная вещь, но Франклин подчеркивает, что самое главное это то, чем вы занимаетесь в промежуток между пробуждением и началом работы. Франклин говорил, тот, кто поздно встает, должен целый день бежать, чтобы к ночи еле-еле завершить свои дела. Ну, я думаю, что всем знакомо это чувство, когда проснулись позже, чем нужно, и потом действительно находитесь в разобранном состоянии, не понимаете, за что взяться, и в итоге очень часто целый день пропадает абсолютно. Итак, Франклин каждый день вставал в пять часов утра и определял свои планы на день. Он задавался вопросом, что я должен сделать сегодня. У него был определенный утренний ритуал, который он повторял годами, он просыпался, завтракал, планировал свой день и уже к восьми утра был готов приступить к делам. Таким образом, он получал некоторую фору по отношению ко всем остальным людям. Когда они только продирали глаза, Франклин уже был готов к тому, чтобы менять мир, условно говоря. Кстати, по поводу утренней рутины, есть очень хорошая книга «Магия утра». Она мне очень помогла изменить свое отношение к ранним подъемам, потому что по натуре я сова, но переключаюсь на режим жаворонка, и мне это очень нравится, это действительно повышает эффективность. Если «Магия утра» не читали, очень рекомендую. Ссылочку мы оставим в описании. И пятое правило успеха – вопрос, что хорошего я сделал сегодня. Франклин считает, что важно не только правильно провести начало дня, но и конец. Для этого он рекомендует каждый день по итогам дня задаваться вопросом о том, что же все-таки хорошего для себя и для человечества вы успели сделать. Похвалить себя или наоборот пожурить за какие-то отступления от намеченных целей. И таким образом, это, по мнению Франклина, является очень важным шагом, такая вот работа над ошибками на пути к достижению того самого морального совершенства, к которому Франклин стремился. Ну, достиг или не достиг, судить, наверное, не нам, но поспорить с тем, что этот человек был действительно очень эффективен и своим примером показал, что привычка и правильное планирование помогают достигать поистине грандиозных целей и, в общем-то, войти в историю человечества. И мне кажется, нам есть чему у Франклина поучиться. Да, наверное, какие-то вещи из того, что мы сегодня с вами обсудили, вы уже слышали от каких-нибудь модных бизнес-коучей или мотивационных тренеров, но мне кажется, очень важным показать, что и несколько столетий назад такие правила работали, существовали. Почему бы нам не попытаться изменить себя и сделать себя лучше и перешагнуть на какой-то следующий уровень личностного развития. Друзья, ну, я сегодня очень мало вам рассказывала о самой биографии Франклина, хотя там есть о чем почитать и над чем подумать. В частности, как человек умудрился, прожив большую часть своей жизни именно в Англии, активно участвовал в переговорных процессах между Англией, Францией и США за независимость США, при этом жил в Англии, брал кредиты у Франции, потому что французы с англичанами не дружили на то, чтобы проспонсировать американскую независимость. В общем, жизнь необычайно интересная, человек выдающийся, поэтому книгу рекомендую прочитать каждому, расширяет горизонт и помогает понять историю становления в современной Америке. Если вы хотите прочитать эту книгу уже сейчас, то ссылочку на приобретение я оставлю внизу под этим роликом и также один экземпляр мы на нашем канале с радостью разыгрываем. Условия участия максимально простые, пишите любой комментарий под этим видео на YouTube, проверяйте, что вы поставили лайк под этим видео и подписаны на наш канал. Ровно через неделю мы назовем имя победителя, которого выберем случайным образом. Книгу «Волк с Уолл-стрит» от нашего канала в подарок получает пользователь Go.AE со своим комментарием «Всегда удивляла желание и внутренний огонь людей к целям большим. Белфорд хотел больших денег, к ним стремился и их получил. Последние несколько недель я потерял стремление к чему-либо, это очень плохо. Надеюсь, книга Белфорта разожжет огонь снова». Мы тоже надеемся и для того, чтобы получить приз от нашего канала, пожалуйста, напишите нам на почту info.investfuture.ru и мы отправим вам книгу. Желаем мотивации и, конечно, успехов. И, друзья, спасибо всем тем, кто участвовал в наших конкурсах. Продолжайте, у нас будет еще много интересных розыгрышей на канале. По поводу налогов. Смотрите, ситуация такая. Пенсильвания, земля, где жил Франклин, была собственностью графа Пенна. И, соответственно, все люди, которые жили на этой территории, платили налог за то, что они на этой территории проживали. Но при этом граф не был заинтересован в том, чтобы развивать инфраструктуру. И Франклин, который занимался издательским бизнесом и имел выход на большие массы людей, начал людям предлагать скинуться на то, что им интересно. Например, скинуться и нанять дворника, потому что на улице пыльно. Или скинуться и создать общественную библиотеку и так далее. И отсюда у людей появилась такая культура, что они свои деньги отдают, они понимают, на что они их отдают. И, соответственно, они спрашивают, что дальше с этими деньгами, выполнено ли их пожелание. В России же ситуация другая, потому что крепостные платили дань батюшке за то, что он защищал их от внешних врагов. Как видите, у нас это заложено в крови. И у людей даже не было такой мысли спросить, на что эта дань потрачена. В Союзе все было общее, и там, соответственно, тоже не возникало налоговых таких вот вопросов, не было бизнеса. Поэтому фактически культура налоговая в России начала формироваться только в 90-х годах, и она еще очень молода. В нашем сознании пока еще очень много вопросов о том, нужно ли вообще платить налоги, и почему это нужно делать. А уж тем более люди очень редко задаются вопросом о том, куда направляются деньги налогоплательщика. Как мне кажется, налоговая культура, осознанность и понимание, что это наши деньги, это очень важный момент, который должен подвергнуться трансформации в нашей ментальности. И это один из ключей успешного развития нашей страны. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Давайте побеседуем. Спасибо, что досмотрели. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.